Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Гружковский Мукден, 25 августа Опять дождь Вот как растянулся период дождей С 18 июня почти все время испорченные дороги Только просохнет немного, опять польет Опять в пол аршина калии Мокро, сыро Кругом вода, лужи Отчаянные крики китайских и русских погонщиков на своих лошадей и мулов «И-и-и-и-и-и-и!» Все так же, шаг за шагом, тарахтя и громыхая, бредут обозы непрерывной чередой «Что мы предпримем дальше?» Это уж от японцев зависит Оказывается, что у Куроки, когда он перешел Тайдзы, было только пять дивизий А у нас четыре и даже с половиной корпуса И мы должны были, как видно, победить В чем же дело? В ушах мелькают слова Рок, Орлов, Любавин, 17-й корпус, запасные, снаряды Несомненно, что разведка – самое слабое наше место Сегодня в нескольких верстах от Мукдена убит молодой, перешедший из гвардии, офицер Хвощинский Его очень любили товарищи Он ехал верхом с восемью казаками Китайцы стреляли из гауляна Спасся только один казак, который и сообщил печальную весть Сегодня в первый раз, несмотря на дождь, ездили в Мукден с возвратившимся Сергеем Ивановичем, Лыкой и Аркадием Дмитриевичем Это самый молодой из нашей компании оживленный и отзывчивый человек, с большим юмором, умеющий подчеркивать и оттенять отношения и характер положения Мы едем верхом, сзади нас два казака для провизии Мы хотим купить фруктов, зелени, еще чего-нибудь Аркадий Дмитриевич пожимает плечами, шутит Может быть, весь Мукден закупим? Все будет зависеть от настроения До города версты 3-4 Как раз в это время разражается новая гроза Местность открытая, и издалека видно, как летит на нас дождевой шквал Тона поразительные усиливают краски при свете солнца сквозь эту серо-рыжую водяную массу Как будто изломилось небо и потеряло свою округленность, и углами валятся оттуда на землю мутные прозрачные глыбы Никогда такого дождя, такой поразительной картины не приходилось видеть И мы и все встречные неслись марш-маршем, один туда, в город, другие назад, к вокзалу, в надежде добраться до ливня, куда-нибудь в укрытое место Если такое действие производит невинный дождь, говорит Сергей Иванович, то можно ли обижаться на действия Шрапнели? Это стремительное бегство в рассыпную действительно напоминало мне Леоян, когда около церкви разорвалась Шрапнель Вот, наконец, и первые ворота Мугдена, с громадной башней над ними, точно вросшие от старости в землю Что-то очень знакомое напоминают эти ворота Пожалуй, наш Кремль только миниатюрнее, серее, грязнее и темнее Все улицы запружены нашими обозами, войсками, ни пройти, ни проехать Внизу грязь, сверху дождь, с боков вонь Маленькие домишки с навесами, и под каждым таким навесом несколько ловчонок Меха, шелк, овощи, что-то в ящиках, седла, сапоги Перспектива узкой улицы красива, благодаря вывескам Это все столбы с шишками, высокие, раскрашенные, с полотнами вроде знамени, на которых по-красному расписано золотом Иногда на таком столбе висит то, чем торгует лавка Например, громадная, в двадцать раз превышающая обычную человеческую туфля И все это сливается во что-то красивое, праздничное, изобилующее яркими цветами Мы решаем укрыться от дождя в одном из здешних ресторанов Манчжурия или Мукден Манчжурия лучше, и мы едем туда Эту Манчжурию основали иностранные корреспонденты Сперва только сами ели, а затем, с их согласия, хозяин китаец открыл двери своей гостиницы и для русских офицеров Сергей Иванович уже ел там и очень хвалил Мы проголодались и с удовольствием предвкушали обед Нас, однако, ожидал неприятный сюрприз В ресторане слышен был крик, шум, толпилось много офицеров, и слуги, и хозяева куда-то убежали Иностранцы, лишенные обеда, грустно сидели на террасе Господа, а что же это? Китайцы издеваются над нами? Надо послать за полицмейстером? Но в это время от полицмейстера уже явился посланный, и на дверях было сейчас же приклеено следующее объявление За невозможностью удовлетворить требования посетителей по просьбе хозяина гостиницы Манчжурия заведение это закрывается Ну и черт с ним, едем в Мукден Так что и Мукден уже закрыт Другой рассыльный и такое же объявление понес туда В городе нас ждал такой же сюрприз Вследствие какой-то истории было указано закрыть все лавки И лавки закрыли Так мы и возвратились назад, отложив осмотр Мукдена до более благоприятного времени Мукден, 25 августа, продолжение Сегодня приехали Михаил Алексеевич Вердеревский Молодой саперный офицер, заведовавший перевозкой на узкоколейной дороге около Лиаяна И его товарищи Их рассказы дополняют главную картину сражения с армией Куроки Вместе соприкосновения с ней 17-го корпуса Бильдерлинга В нескольких верстах от центра сражения, около деревни Саучин-Дзы За всем наблюдал командующий со своим штабом, сидя под навесом, сделанным из гауляна Впереди сидел командующий, сзади его штаб В то время как командующий сидел, молчаливый, напряженный, изредка подзывая к себе отдельных лиц и отдавая им приказания Штаб шушукался, смеялся, острил, наблюдал за рвущейся шрапнелью Главная сопка, средоточая сил японской армии, по сообщению начальника корпуса Была вся на виду и обстреливалась всеми нашими батареями с 11 до 5 часов вечера 20 августа Стрельба из наших орудий была идеальная Буквально в том месте, где рвалась первая шрапнель, рвалась и последующая Одна громадная сопка была увита молниями, белыми и черными дымками Батареи японцев отвечают все тише и тише Под конец на 100 наших выстрелов 1-2 японских Наш инспектор артиллерии в отчаянии, что мы расходуем столько снарядов Наконец, командир сообщает в телефон, что к 7 часам перейдем в атаку Совсем вечереет Наступает сразу мертвая тишина Все бинокли впились в сопку Со всех сторон ползут по ней наши полки Мы ждем с напряжением линии ружейных огней японской пехоты Ни одного В чем же дело? Черт их знает Ушли японцы, оказывается Отказались от боя? Очевидно, сзади этой сопки помяли все-таки какой-то хвост армии Куроки Потом стали носить раненых, и мне уже было не до наблюдений Наша дорожка доходила до самого штаба командующего, и мы перевезли 1100 раненых Только, правда, не знаю Какое-то недоразумение вышло Что-то совсем непонятное Не стоит рассказывать Дорожка, знаете, отлично работала Эти раненые, ах, знаете И нервы притупились, и кажешься себе совершенно равнодушным, а все в тебе не твое А какой героизм Без слова ропота Без стона Лишь страшно смотреть на него Многие еще дорогой умерли Нет никаких слов, чтобы похвалить медицинский персонал Сестры — это ангелы У нас работала евангелическая община Удивительно работала Ну, мы есть хотим Потом вам доскажем, как возились с осадными орудиями, как отступали Но на вас все изорвано Где это? Потом Здоровые, голодные и счастливые При мысли, что живы все Они веселой гурьбой уходят Разыскивать себе еду Сколько же было у Куроки войск? Кричу я вдогонку Не знаем Сперва говорили, что обе армии Куроки и Оку весьма многочисленны А теперь Одни говорят, пять дивизий Другие — три с половиной Что-то вроде демонстрации Говорят Сегодня утром Михаил мрачно говорит Вчера заплатил два рубля за хлеб А в нем и шести фунтов нет А сегодня и никакого хлеба нет Ни белого, ни черного Почему? Китайцам запрещено Работает одна пекарня Разве она может поспевать Когда с позиции присылают И сразу весь хлеб забирают? Насчет еды дела не лучше В городе обе гостиницы Маньчжурия и Мугден закрыты Остались буфет на вокзале И вагон-ресторан для иностранцев В буфете вчера введена такса Суп или борщ — 40 копеек Жареная — 70 копеек Бутылка крымского Самого дешевого вина — 3 рубля Раньше брали за суп рубль Жареное по усмотрению за вино — 4 рубля Последствием таксы было то, что вино совсем исчезло Суп и жареное пока еще остались Но с большими ограничениями Посетители должны сами идти на кухню И приносить себе еду Держать в счет этой таксы Прислугу содержателю непосредством Непосредством и посуду мыть Качество провизии ухудшилось настолько, что повар сам убеждает посетителей «Жареного все равно не угрызете» И так грязно, так грязно Так серо, так много мух И разваренных, и свежеупавших И на потолке, и в воздухе, и на столах, и на спинах, и на лицах И над всем этим, как некое божество За пустым прилавком полу лежит толстый в черном Громадный владелец этого буфета И с презрением отчаяния смотрит на всех этих Жадно поглощающих его отвратительную пищу Охотников же поглощать числа нет Даже подобие места все заняты И все пространство, где можно стоять, тоже занято Ожидающими очереди И ждут по несколько часов люди тихие, без протекции Протекция – жандармский офицер Он же протежирует и относительно хлеба Другое дело вагон иностранцев Он на привилегированном положении Такса на него не наложено Кормит хорошо, прежде кормили и чисто Теперь чистота соблюдается только в той половине, где едят иностранцы Это святая святых, куда русских не пускают Хотя бы там ни одного иностранца и не было в данное время Правила, строго соблюдающиеся, как в отношении офицеров, так и генералов Русское деление всегда битком набито Здесь также нужна протекция, но особенная Нужно знакомство с содержателем буфета и дружба с лакеями Особенно с Алексеем Вся эта публика – восточные люди И, как поется в «Барбе-бле» в синей бороде «Il faut savoir son carter» «Милый Алексей, пиво!» «Если есть, дам!» И Алексей строго смотрит в глаза «Если в глазах покорность и с точки зрения Алексея есть, поди сюда!» Пиво скоро будет подано А если Алексей не удовлетворен, то придется подождать «Что же насчет пива, Алексей?» Короткий ответ «Слыхал» И Алексей вышкалил всех Дисциплина безукоризненная От самого скромного офицера до генерала Черный Алексей с полным презрением, впрочем, Относится ко всем этим надоевшим уже ему проявлениям Ничтожества человеческой души Но и при всем том завтраке, обеды Все это несвоевременно Вам назначается приблизительно час Завтрак в 11 с половиной часов, например А обед в 9 вечера С пивом, вознаграждением прислуги Словом, еда в день обходится до 10 рублей И говорить нечего, что на жалование офицера Прокормиться нельзя Как же в таком случае пожатие плеч? Не умирать же с голоду В долги влазишь Это те, которые и шампанского не пьют И в карты не играют Как оборачиваются и пьющие, и играющие Я не знаю Но факт несомненный, что недостатка И в них, и в деньгах со внешней стороны По крайней мере, не замечается Много помогает этой внешней стороне Постоянный прилив и отлив офицерства Приедет с позиции офицер Прикопил, может быть, немного Развлечений никаких Только и остается А выпить да съесть Или попытать счастье в банк Времени мало День, два, три Надо торопиться ехать опять На позицию, где ждут пули Шрапнели И кто знает, придется ли еще когда-нибудь Есть, пить и играть Здесь, конечно, уже совершенно особое настроение Особая психология, с которой надо считаться Другое настроение и другое отношение тех Которым приходится иметь дело со всеми этими людьми Когда они уже выброшены с поля битвы И раненые, и бессильные сдаются им на руки Я говорю о госпиталях Красного Креста И всевозможных общинах Там непрерывная напряженнейшая работа Все время И чем больше разбивается война Чем больше ее жертв Тем тяжелее и тем напряженнее становится эта работа Где конец ее? Нет, не видно конца Как работают? Ах, никакими словами не передашь этого Может быть, все эти сестры и братья, доктора В своей повседневной жизни были такими же, как и все И мелкими, и пошлыми даже Но что делать с людьми? Как меняет их благородный труд? Истинная цель Казалось бы, при этом нечеловеческом Изо дня в день в непрерывном труде Должны упасть силы Ослабнуть нервная система Появится раздражение И вы наблюдаете Как раз обратное Люди становятся мягче Добрее И кажется, нет конца их терпению К ротости Любви А с какой завистью Смотришь в эти глаза Познавшие и глубину горя человеческого И свою силу в служении этому горю Полюбивших это горе Конечно, горячее слово Порыв благодарности несчастного раненого Которого нашли, разыскали Среди темной ночи В углу товарного вагона На сутки лежавшего там Накормили его Обмыли Сменили перевязки Вникните в положение этого страдальца С угнетенным чувством брошенного Никому больше не нужного В темном вагоне Когда в крышу его Барабанит холодный мелкий дождь И представьте себе затем С шумом Отворяющуюся дверь Появляющийся из мрака И дождя свет Наклоненную к больному сестру Заботливо Ласково она Расспрашивает его Выслушивает Кормит И вот Приходят доктора Больной видит Внимание Ласку Не за страх Не по службе Видит людей Таких же близких Как те За три девять земель Его кровные Родные Гадающие О судьбе Своего кормильца При таких условиях Конечно Повышенная чувствительность И уже с сединой Резервный Рыдает Как ребенок И только шепчет Сестрица Сестрица Сегодня уезжают Последние общины Московская Воронежская Курская Голландская И когда они Уже уложились На вокзале Подходит ко мне Какой-то Отставной офицер Худой Изможденный Старый Помогите мне Пожалуйста Только что узнали Здесь стоит Целый поезд С больными Которые Сутки Уже не ели И три дня Уже без перевязки Мы идем На каком-то ящике Где навалена груда Только что Из печеного хлеба Сидят двое Вы сутки не ели? Не ели И весь поезд? Наверное Где ваш поезд? Там Говорят На втором пути Что же делать теперь? Я никакого отношения К этим делам Не имею Но только что Я видел Гучкова Янтайцеву Князя Львова Пойдем Я познакомлю вас И вот Общими силами Начинается дело Все уже уложились Но у каждого Кое-что осталось Гучков Дает 700 консервов Дает хлеба Но консервы Надо разогреть Может быть Голландская община Не уложила еще Посуду и кухню Я еду На противоположную Сторону вокзала Где эта община Она уже почти Все уложила Но рядом стоящая Курская Еще не уложила Оказывается Тоже уложила Собственно Но соглашается Распаковаться Если их поезд Подождет их Я берусь Это устроить И мы несем К ним консервы А голландская община Предлагает Свой медицинский персонал Я в первый раз Вижу благородную фигуру Цеге фон Манте и Феля И знакомлюсь С ним Это первый хирург Который сделал Операцию в сердце Разрезал И сшил его И больной Остался жив Крупная Мощная фигура Крестоносца Но может быть И мы смогли бы Чем-нибудь Накормить больных Оказывается Есть порции На пятьдесят Манной крупы Для тяжелых Больных пригодится Отлично Начинает темнеть Тучи Низко-низко Спустились И придавали Совсем Огневую полоску Где село солнце Что-то бесконечно Тяжелое Тоскливое И зловещее Какая-то Подавляющая Злая Гримаса Презрения Насмешки Неумолимая Беспощадная Отвратительная И безнадежная Как нехорошо Как чуждо Все здесь Дождь полил Сразу Как из ведра Без всякого Предупреждения И долбил Сестры С пищей Несколько часов Живешь Здоровой Обстановкой Любви Ласки Участия Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание Сочинений Том 6 Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 Гот